Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре стартовали традиционные августовские педагогические встречи. На них подводятся итоги предыдущего учебного года и строятся планы на новые, задаются ориентиры всей системы образования. Сегодня в Самарском медико-техническом лицее прошло городское педагогическое совещание руководителей учебных заведений с участием главы Самары Елены Лапушкиной. Город Самара и самарский регион очень много делают для того, чтобы самарское образование занимало достойное место. Вкладываются очень серьезные деньги и в строительство новых школ, и в строительство детских садов. Конечно, особый толчок нам дали и национальные проекты образования, демография. Все образовательные учреждения Самары готовы к новому учебному году. На повестке совещания городского педагогического сообщества вопросы обеспечения безопасности в преддверии 1 сентября. Работа с одаренными детьми, качество и доступность образования. На сегодняшний день у нас идет строительство двух детских садов на 112 и 130 мест, с ясенными в том числе местами на Подшипниковой улице, на улице Ташкентской. 1 сентября, как было сказано, открывает свои двери для учебной уже деятельности. Это школа номер 26 на 5-й просеке и школа номер 68 на 1200 мест в Новой Самаре. В новом учебном году придется жить в условиях пандемии, поэтому соблюдение санитарных мер – одна из приоритетных задач для учреждений образования. С прошлого года вы организовали работу по выполнению требований новых санитарных правил. Измерение температуры, обработку рук помещений, обеспечение минимизации контактов детей. Важно продолжать неукоснительно соблюдать эти правила и в новом учебном году. Одна из основных задач на грядущий учебный год – укрепление кадрового потенциала педагогов. Для этого будут доступны лекции и мастер-классы по актуальным вопросам развития науки. Ольга Хомракулова, Василий Колдашов. События. Круглосуточно, под непрерывным контролем мэрия, с минимальными неудобствами для жителей. Алгоритмы подготовки Самары к новому отопительному сезону отработали до мелочей. О внушительных масштабах работы и предварительных результатах их выполнения стало известно на брифинге первого заместителя главы Самары Владимира Василенко. Подробности расскажут наши корреспонденты. Сейчас в Самаре ремонт и техническое перевооружение теплотрасс выполняют на 34 участках. Почти на половине из них работы завершат до 5 сентября. 11 объектов сделаны в полном объеме. Еще к трем приступят в ближайшее время. Самые активные работы ведут возле объектов социальной сферы – больниц, детских садов и школ. Меняют теплотрассы возле 148-й и 10-й школ, а также у двух детских садов – на пересечении Новосадовой и Первомайской, и Печорской и Авроры. На территории образовательных учреждений работы уже завершаются. Закончить работы планируют к началу учебного года. В ближайшие дни завершат и внеплановую замену трубы под Московским шоссе. На сегодняшний день подрядчик найден, он работает, и завтра Московское шоссе в полном объеме в нижнем слое будет открыто. Но, чтобы уже мы знали, так же мы работаем сегодня, уйдем в ночь по перекрытию и перекладке трубы в районе улицы Погоражной. Перекладки через перекрестки дорог в этом году проводят в выходные, когда нет напряженного трафика, чтобы уже к началу новой недели восстановить благоустройство и возобновить движение по участку. Всего в городе в этом году заменят почти 35 километров теплосетей. Это рекордные цифры для Самары. Масштабную работу удается проводить благодаря переходу на новый способ ценообразования – альтернативная котельная. Напомним, что для привлечения дополнительных инвестиций Самара вошла в единую ценовую зону теплоснабжения, став одним из первых городов-миллионников, где летом 2020 года стартовала реализация новой модели. Точно вам могу сказать, но я не беру отдельно Питер и Москва, они стоят особняком. Ни один город России таких масштабных перекладок не делает. Это вот я совершенно ответственно говорю. Альтернативная котельная помогает решить главную проблему – устранить высокий износ коммунальных сетей. Два года назад уровень изношенности всей городской тепловой системы был около 70%. Сейчас эта цифра гораздо ниже. Самара – первый город-миллионник, перешедший на этот способ замены труб. Новый метод работы позволяет ресурсоснабжающим организациям менять не только свои сети, но и проводить ремонт муниципальных и бесхозных теплотрасс. Будет минимизирована вероятность аварийных ситуаций во время отопительного сезона. Срок службы современных трубопроводов – до полувека. Объекты оснащены системой оперативного диспетчерского контроля. Специальные датчики в кратчайший срок сигнализируют о возникновении утечки. Комплекс с большой точностью определяет такие локации. В период подготовки к отопительному сезону подрядчики нацелены на минимизацию неудобств для жителей. Прежде чем вывести трубопровод из эксплуатации, прокладывают временные линии для подачи горячей воды. Состояние котельных – еще одна составляющая общей готовности хозяйства к зиме. Был поднят вопрос, связанный с котельной в Куйбышевском районе, которая ранее принадлежала заводу «Волга-Бурмаш». Год назад ее вновь запустили. Благодаря мерам, принятым городской властью, было найдено грамотное решение. По договору аренда объект передан МП «Инженерная служба». Также в Куйбышевском районе выполнена перекладка теплотрассы под железнодорожными путями. Работы по подготовке города к отопительному сезону идут по графику. Сейчас жилой фонд готов на 80%. Работу поручено усилить, в том числе по внесению данных в систему ГИС ЖКХ. В этом году раньше обычных сроков, уже в 10-х числах сентября, к подаче теплоресурса подготовят объекты, от которых запитаны учреждения социальной сферы. Остальные работы планируется завершить в середине сентября. На отрезке улицы Куйбышева от площади Революции до Некрасовской укладывают новый асфальт. Кроме этого, заасфальтируют перекрестки с улицы Льва Толстого и Красноармейской. На ночной ремонт дорог отправилась наша съемочная группа. Жизнь на одной из старейших улиц города, на улице Куйбышева, не замирает ни днем, ни ночью. Здесь расположены гостиницы, рестораны, кинотеатры, банки и библиотеки. Здесь проводят досуг как туристы, так и самарцы. Поэтому городские власти постоянно держат на контроле внешний вид улицы. В этом году ее решили отремонтировать. Жители города отнеслись к этому с энтузиазмом. За последнее время очень сильно изменились, отремонтировали. И это на самом деле замечательно. Мне стало намного удобнее ходить до университета. И в принципе в старом городе считаю, что намного важнее даже ремонтировать, потому что это именно культурная часть города. На этой неделе стартовал ремонт улицы Куйбышева картами свыше 100 погонных метров по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» от Венцика до Некрасовской. Сделают также перекрестки на Льва Толстого и Красноармейской. Как положено, на первом этапе отфрезеровали покрытие, устранили дефекты и выровняли дорогу. Затем подняли порядка 70 люков инженерных коммуникаций на проектные отметки. Как улица Куйбышева является визитной карточкой нашего города, работы выполняются с учетом новых асфальтобетонных смесей. Используется чебеночно-мастичный асфальтобетон «ЩМА-16». Дополнительно, не в рамках средств национального проекта, выполняются мероприятия по установке опор освещения на улице, а также по тому, что опускаются кабели, находящиеся на подвесе под землю. Третий этап ремонта дороги – один из самых важных – асфальтирование и нанесение разметки из термопластика. Этой ночью на улице Куйбышева привели в порядок участок от Ленинградской до Некрасовской. Окончательно ремонт планируют закончить до конца лета. Общий объем асфальтирования улицы Куйбышева составляет 8400 квадратных метров. Основной слой составляет 5 сантиметров. Слой на выравнивание – до 1 сантиметра. Кроме ремонта всей ширины дороги предусмотрено и дополнительное озеленение улицы Куйбышева. Здесь установят несколько десятков контейнеров с трехметровыми туями. Уже сейчас визитную карточку города украшают 18 вазонов с цветами и 41 подвесное кашпо с ампельными растениями. Их решено разместить на ограждениях. Также благоустроили сквер Тривяза, в котором необходимые работы были проведены и на фонтане. Отметим, что контроль за благоустройством улицы ведется городской властью в круглосуточном режиме. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самаре ремонтируют дорожную сеть в масштабах всего мегаполиса. На данный момент готовность работ составляет 93%. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Эфир продолжит новости экономики. Расскажет о них Виктория Шарая. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В России некоторые работники, переведенные на удаленку, жалуются на снижение зарплаты. Что думают по этому поводу в Роструде? Если нагрузка сотрудников не снизилась, а рабочий день не сократился, снижение заработной платы является нарушением. И работник в данном случае защищен поправками к закону. Расскажу подробнее сразу после курса валют. Курс доллара на 28 августа – 73 рубля 98 копеек. Евро – 87 рублей 3 копейки. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 71 доллара 18 центов за баррель. С 1 января по 1 августа текущего года в трудовую инспекцию поступило почти 8,5 тысяч обращений от работников с жалобами на снижение заработной платы из-за перевода сотрудников на удаленку. В Роструде заявляют это нарушение прав. После того, как часть работников в России перешла на удаленку, появилась необходимость четко регламентировать вопросы, касающиеся рабочего времени и отдыха, взаимодействия с работодателями и зарплаты. В силу вступили поправки в трудовой кодекс, приравнивающий понятие дистанционного и удаленного труда. Для перевода сотрудника на удаленку необходимо заключить дополнительное соглашение к трудовому договору между ним и работодателем. При этом необходимо заранее определить все аспекты организации работы, как сотрудник будет получать задания и отчитываться об их выполнении, какое оборудование необходимо ему предоставить. При этом работодатель не имеет права уменьшать размер оплаты труда на основании того, что сотрудник стал работать дистанционно, если тот трудится полное время и выполняет весь объем работы. В России из-за неурожая в продаже может появиться фасованный картофель эконом-класса. Торговые сети будут продавать упакованный мелкий картофель по предложению Картофельного Союза. Обычно крупный картофель размером от 55 мм занимал до 80% урожая. Однако из-за засухи в регионных производителях его доля в 2021 году составила 50%. Проблему уже обсудили на совещании Минсельхоза и Минпромторга вместе с сельхозпроизводителями и торговыми сетями. Ритейлеры подчеркивают, что эконом-картофель спросом не пользуется, а Минсельхоз считает, что ситуация поможет сбыть фермерскую продукцию. Ритейлеры предложили перейти на продажи импортного картофеля раньше срока. Ситуация с мелким картофелем уже случалась прошлой зимой, однако тогда это произошло после распродажи старого урожая, а сейчас его запасы еще сохраняются. Корнеплоды эконом-класса размером от 35 до 55 мм будут расфасованы по 2, 3 и 5 килограммов. Рост ключевой ставки в России может снизить доступность ипотечных кредитов, считают эксперты рейтинговых агентств. На вторичном рынке недвижимости ипотечные ставки могут до конца нынешнего года добраться до отметки в 9%. В случае с новостройками рост не будет таким быстрым. Это связано с наличием льготных госпрограмм. Аналитики также ждут роста ставок по вкладам. За оставшиеся месяцы 2021 года они могут подняться до 7%. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Продолжение следует... Различные способы обсудили на заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних. Специалисты полиции на транспорте уже сейчас начинают профилактическую работу со студентами сельской местности, которые учатся вблизи железнодорожных переездов, а также с учениками школ, которые иногда нарушают правила при переходе через пути. Надо провести большую работу с родителями. Начальные классы детей все-таки хотя бы сентябрь надо за руку поводить в школу, идти и объяснять вслух. Мы идем здесь, потому что здесь переход. Мы идем здесь, потому что здесь светофор, здесь ходит поезд. Здесь мы идем по мосту, здесь мы идем по настилу. Глава Самары Лена Лапушкина отметила, что работу по профилактике правонарушений в подростковой среде необходимо выстраивать не только с детьми, но и с родителями, чтобы они понимали, когда ребенку нужна помощь, чтобы не доводить ситуацию до трагического конца. А также подчеркнула необходимость поиска новых подходов к работе с подрастающим поколением. Участники межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних признают, некоторые методы уже устарели и заставлять детей чем-то заниматься неэффективно. Эксперты обсудили, какие форматы общения стоит использовать, чтобы дети чувствовали себя комфортно, росли в доверительной обстановке и знали, куда обратиться за помощью. У нас время изменилось. У нас изменилось время, у нас появились другие интересы, у нас появились другие цели. И дети, мне кажется, уже внутренне поменялись. Подростковая преступность идет на спад. По сравнению с прошлым годом, дети стали нарушать закон в два раза реже. На треть снизилось количество грабежей и краж. Число тяжких преступлений упало более чем на 80%. Глава Самарии Лена Лапушкина отметила, что успешную профилактическую работу в этом направлении необходимо продолжать и дальше. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. Квартирный вопрос по-прежнему актуален в Самаре. Одна из проблем – это переселение людей из ветхого и аварийного жилья. На этой неделе президент России Владимир Путин поставил задачу решить этот вопрос в масштабе всей страны. Как в Самаре обеспечивает жильем горожан, узнал Сергей Кизоркин. Вековой кирпичный дом на Садовой 128 доживает последние минуты. А семья Муратовых, мать Алла Петровна и ее выросшие дети Елена и Вадим до сих пор там прописаны и платят за коммуналку. Хотя переселились из аварийного жилья семь лет назад. По счетам за временные квадратные метры они тоже платят. Чтобы разрешить ситуацию, жители пришли на прием к депутату Госдумы Александру Хенштейну. Проблема в том, что САВЖ обещал передать их в муниципальную собственность, городу. И с нами был бы заключен договор социального найма, новые договора. И мы были бы прописаны уже в своих квартирах. Они жили бы на правах квартирантов. И не оплачивали бы, так сказать, по двойному тарифу. На данный момент все это затянулось на неопределенный срок. Точный срок никто нам не говорил и не указывал. Разобраться в этой проблеме навстречу пришли представители САВЖИ и городского департамента управления имуществом. В итоге городские власти предложили семье Муратовых на выбор два варианта постоянного жилья. Квартиру в новостройке в районе 18-го километра или в Волгаре. По договору социального найма с пропиской и перспективой дальнейшей приватизации. Жилье будет сдано в середине 2022 года. В настоящий момент производится приобретение квартир для расселения. В данной семье будет предоставлено жилое помещение, двухкомнатные изолированные квартиры в черте городского круга Самара. Вот эта ситуация, которая полностью прозрачна, прямая и не без всяких инсинуаций. Я должен с удовлетворением отметить, что у нас очень хорошее рабочее взаимодействие с городскими властями. И мы неформально стараемся искать пути решения. Не просто закрываться буквой закона и параграфами, а действительно пытаться найти нетривиальный путь для того, чтобы помочь людям. На расселение людей из ветхого и аварийного жилья регионам России в ближайшее время дополнительно будет выделено 45 миллиардов рублей. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. А теперь коротко о других темах этого дня. В Самаре с 1 сентября вернутся скидки на проезд по карте МИР. Для оплаты со скидкой нужно приложить карту МИР или карту жителей Самарской области к валидатору. Таким образом, держатели национальных платежных карт сэкономят 6 рублей на каждой поездке. Если же проезд оплатить картой жителей Самарской области, то его стоимость снизится на 8 рублей и таким образом составит 21 рубль. На карте жителей Самарской области объединены платежный функционал современной банковской карты и дополнительные сервисы. Оплата проезда в городском транспорте, в том числе по льготным тарифам, получение скидок и кэшбэка в торгово-сервисных предприятиях. Карту можно использовать в качестве идентификатора при доступе к различным сервисам, социальным и другим выплатам. Жительницу Самары, сбившую насмерть мужчину на пешеходном переходе, приговорили к лишению свободы и выплате компенсации семье погибшего. Об этом сообщает Управление судебных приставов. Автоледи превысила скорость и насмерть сбила мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Суд лишил водителя свободы и обязал выплатить моральную компенсацию вдове погибшего в размере почти 900 тысяч рублей. Приставы предупредили виновницу ДТП, что в случае неисполнения обязательств долг перед вдовой вырастет на 7%. А счета и имущество будут арестованы. Экономист из Тольятти отдала мошенникам 4 миллиона рублей за криптовалюту. Женщина решила выгодно вложить деньги, увидев в одной из соцсетей рекламу. Она связалась через соцсети с людьми, которые рекламировали выгодное вложение средств. Мошенники убедили ее, что она приумножит свои сбережения при помощи операции с криптовалютой на одной из брокерских площадок. Экономист перевела неизвестному 4 миллиона рублей и потеряла свои деньги. Возбуждено уголовное дело. Россиянам запретят заводить неограниченное количество домашних животных. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов. Появится положение, в котором будет прописано, сколько и каких именно питомцев должно приходиться на квадратный метр. К тому же, если питомцы из списка запрещенных к содержанию в домашних условиях нанесли вред окружающим, для их владельца наступит уголовная ответственность. Также закон ограничит количество животных, проживающих на участках частных домов. Жители Самарской области могут получать бонусы за добрые дела. При содействии президентской платформы «Россия – страна возможностей» запущено приложение «Другое дело». Оно призвано мотивировать людей на участие в самых разных общественно полезных и развивающих активностях. Выполняя задания, участники получают баллы, а затем выбирают, как ими распорядиться. Задания направлены на саморазвитие и помощь другим. Получить баллы на платформе можно за занятия спортом, чтение книг, за достаточное количество шагов, за регулярные завтраки, а также за участие в волонтерской деятельности. Среди подарков за баллы предусмотрены стажировки и путешествия по России. И даже личная встреча с летчиком-космонавтом. За сутки в Самарской области зарегистрировали 434 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 88 452. Такие данные в пятницу, 27 августа, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 272 человека, а всего с начала пандемии из больниц выписались 76 603 пациента. В Самарской области открылся еще один круглосуточный центр вакцинации. Помимо этого, прививочные кабинеты доступны во всех поликлиниках. Также работают и мобильные бригады. Подробнее расскажет Мария Левина. Создать коллективный иммунитет – задача номер один в регионе. В борьбе с вирусом медицинские работники подтверждают эффективность вакцинации. По словам врачей, прививка – самый действенный способ оградить человека от тяжелого течения болезни, осложнений и неприятных последствий. В Самаре открылся еще один круглосуточный центр – четвертый, где можно сделать прививку. Он работает уже неделю в 14-й поликлинике. Если взять дневное рабочее время и ночное, порядка 500 человек мы готовы обслужить по первой вакцинации, столько же по второй. Любая инфекция вирусная, особенно новая коронавирусная, она является очень кондагиозной. То есть человек очень к ней восприимчив. Активных противовирусных препаратов, которые гарантируют 100% эффективность при лечении, еще не созданы. Поэтому единственным средством защиты является профилактика. Особенно важно пройти вакцинацию пожилым людям. Заболеваемость в области стабилизировалась на высоких цифрах. Надежда Чеснокова поспешила обезопасить себя и своих близких и решила пройти вакцинацию. Очень страшная статистика, очень страшная смертность. Поэтому и решила привиться. Я первая решила привиться. После меня будут прививаться мои родители. У меня много знакомых, которые привились уже. Перенесли они прививку нормально, поэтому я пошла. Прививочные кабинеты работают во всех поликлиниках. Мобильные пункты доступны возле крупных торговых центров. А круглосуточные кабинеты открыты на Мичурину 125, Советской армии 56, Медицинской 4 и теперь еще на Новосадовой 311. На сегодняшний день прививку сделали свыше миллиона самарцев. Независимо от того, прошли вы вакцинацию или только планируете, необходимо соблюдать еще и элементарные противоэпидемические мероприятия. Носить маски и помнить о социальной дистанции в общественных местах. Мария Левина, События. Сделал прививку, получи приз. В городе по инициативе властей продолжается акция «Самара, я привид». Принять участие в розыгрыше призов может каждый, кто вакцинировался от коронавирусной инфекции. О том, как подать заявку, расскажут наши корреспонденты в следующем сюжете. Чтобы увеличить темпы вакцинации и поспособствовать созданию коллективного иммунитета, в городе проходит второй этап акции «Самара, я привид». Принять участие могут не только жители, получившие оба компонента вакцины, но и те, кто привился однокомпонентным спутник «Лайт». Иммунизация должна быть проведена в период с 26 июля по 31 августа. Поэтому все желающие еще могут успеть побороться за призы. На данный момент, когда количество случаев заболеваний сильно растет, то коллективный иммунитет, который можно достичь только в вакцинации населения, это, конечно, необходим. То, что это была придумана акция, это действительно правильный мотиватор для всего населения. В первом этапе акции «Самара, я привид» приняли участие 9,5 тысяч граждан. Среди них разыграли телевизор, ноутбук, а также смартфоны. Помимо электронной техники участников, второго этапа акции «Самара, я привид» ждут билеты в театр и музеи. Чтобы принять участие в розыгрыше призов, необходимо сделать прививку и зарегистрироваться на сайте samarayaprivid.rf. Победители акции определяют 1 сентября. После этого в течение двух дней на электронную почту или через СМС придет информация о дате и месте получения приза. Акция проводится при информационной поддержке администрации городского округа Самара. Михаил Ермоленко, Никита Колосов, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте «Самара ГИС», в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго, хороших вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова